Музыка Вас витая информационная служба телерадокомпании Гомель. Студой для вас працует Евген Поболовец. Мазырский нафтопрепрацовщий завод вядя активную деятельность по повышении конкурентно-здольности и якости своей продукции. Только за первое по угодзе 2016-го устрою введены одразу три новые установки. Подробясь не расскажет Анна Ковалева. В настоящее время мы находимся с вами в операторный Куб ПКБ, где ведется круглосуточная работа. Часть технологического процесса ведется непосредственно с компьютера управления. Часть операторов находится на территории непосредственно установки. В этом помешкании находится мозг новой установки Мазырского нафтопрепрацовщего завода. Ее полная назва – комбинованная установка вытворчасти высокооктановых компонентов бензину. За долгой формулевкой вытворчий объект, дякую чайкому завод смог зарабить продукцию больше экологично чистой и поднять ее якость до европейских стандартов. Ранее некоторую сыровенную МФЗ был вымешен куплять за мяжей. Эта же установка позволит выраблять такую же сыровенную на белорусской земле и про это экономит миллионы долларов. До приклада за минулый год на замежные компоненты потратили больше 28 миллионов долларов. Теперь эти гроши застаются в бюджете завода. До речи, это обсталевание не одиночное, запущенное в этом году. В уголе в 2016-м устрой увяли три новые участки. Первым из них была установка отцарпцинной очистки бутановой фракции. Отцарпцинная очистка позволяет улучшить качество сырья, который поступает на переработку и, соответственно, улучшает и качество получаемой продукции. В третьем в этом году устрой была увидена установка по вдворчасти серы, которая так само мая экологичную накерованность. До речи, модернизация дозволила створить на предприемстве новые опрационные места. Додатково сюда приняли амальство специалистов. Кроме того, сейчас ведется строительство гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Это большой комплекс, очень серьезный комплекс. И уже сегодня мы готовим туда специалистов. В текущем году вообще в нами будет создано 222 новых рабочих места. То есть мы в этом году примем 222 человека на новые рабочие места. Будовництво этого комплекса даст махчимость повеличить в глубине перепрацелки нафты на 90%, а разом с тем и выпуск дизельного палева с низким утроманним серы. Реализовать буйный инвестпроект планують в ближайшие 4 годы. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель» из Мазырского района. Выставы китайских мостаков плануются организовать подчас проведения Дня города Гомеля и Дня славянской письменности у Рогачеве. Домовленность об этом была досягнута подчас встречи делегации Китайской Народной Республики с керавнистом Головного управления идеологичной работы Гомельского облываканкама. Подробязнь расскажет Вольга Вальченко. Люга Унцин быва у Беларуси больше за 20 разов, але у Гомельской области у Першиню. Мета-визиту организовать совместные выставы работ китайских и белорусских мостаков у Глеры Ивашченко. Концерты эстрадных выканылцев у Белых гостиной Палаца Румянцевых и Паскевича. Сегодня в составе нашей делегации есть художник, человек, который работает с гравюрой, и певица. И мы надеемся, что первыми нашими шагами это будет, конечно же, совместная выставка и концерт в Гомельской области, то есть где было бы представлено искусство и Китая, и Беларуси. За те несколько дней, которые я здесь нахожусь, я получила такое колоссальное вдохновение для своих будущих работ. И я надеюсь, что в скором времени вернусь сюда еще раз уже с работами, которые будут написаны благодаря тому вдохновению, которое было получено от этого визита. 2016 год культуры в Беларуси. И Гомельская область зараз представляет шмать интересных проектов. Визит китайской делегации окраслю и новые горизонты. На святковании Дня города в Гомеле и Дня славянской письменности в Рогачеве будут концерты и интересные выставы совместно с Китайской народной республикой. Я думаю, что наши гомельчане получат не только визуальное восприятие работ китайских художников, живописцев, но и, конечно же, смогут сами попробовать, а как это делается. Я думаю, что интерактивное участие наших гомельчан и гостей нашего города, и наших жителей других районных центров, они смогут почувствовать вообще настроение китайского народа. И почувствовать, наверное, их особенную китайскую жизнь. Китайская делегация не просто выказала свой интерес до суместного культурного обмену. По выниках визиту распрацованы конкретные проекты, которые начнут реализовываться в Гомеле уже с вересня этого года. Яугин Поболовец, Вольга Вальченко, Михаил Рабко, телерадио «Компания Гомель». У Гомельским громадско-культурным центры прошла презентация постоянно деячей национальной выставы «Кермашу» «Беларусь пропануэ». Официально найбуйнейшую в свете пляцовку товаров беларуской вытворчасти открытся у листопаде. Однако долучиться до проекта айчинные предприемства и предпринимальники могут уже зараз. Настасья Кучинская, Падрабязни. Национальная беларуська оптово-розничная выстава «Кермаш Беларусь пропануэ» — это долготерминовый проект. Под ягода 2025 года передадена территория комплексу «Аурора» у российской столицы площадь 60 тысяч квадратных метров. Выстава дозволяя субъектам господары не только выставлять свою продукцию, а и постоянно працовать у розницу и оптом. Махчым истинайбуйнейшую в свете пляцовки айчинных товаров у Гомеля представили члены Республиканской конфедерации предпринимальництва. На сустречу запросили представников мясовых уладов, державных предприемств и бизнесменов. Выстава «Кермаш Беларусь пропануэ» открыта для усіх. Свою продукцию на ней могут представлять як буйные холдинги, так и индивидуальные предпринимальники. Усі змогуть показывать и продавать товары, заключать сделки, развивать сетку дилеров и пастушчиков. Для удельников так само створены льготные умовы по аренде площал. Мы очень благодарны Республиканской конфедерации предпринимательства за предоставленную возможность поучаствовать на их площадке. Я думаю, что наши предприятия, особенно производственные сферы, это и малые предприятия, и средние предприятия, и крупный бизнес найдет для себя новые возможности с наименьшими затратами, с наибольшей эффективностью позиционировать себя на новой созданной площадке. До речи Республиканская конфедерация предпринимательства высоко оценила узровень бизнес-климату в нашем регионе. Почас презентации старшиня президиума конфедерации Владимир Карагин узгадывая выники республиканского конкурса, який эта структура селета проводила. Гомельская область, город Гомель и Октябрьский район были признаны лепшими Украине для ведения бизнеса. Журы оценивала колькость иснующих субъектов малого и среднего предпринимательства, объемы промысловой вытворчести, сумму податков, якая тропляя от их деянности у бюджет. У вынику Гомель тройше лепше. Исполком, руководство области, руководство районов, им удалось лучше интегрироваться. Вот смотрите, самые интересные, эффективные бизнес-форумы тоже проводятся в Гомеле. Есть возможность у нас сравнивать, где идет для галочки, а где идет для реального результата. Здесь есть результат. Вот почему жюри вполне объективно оценила, что Гомельская область в этом году уже в третий раз признается лучшей областью для бизнеса Беларуси. Настасья Кушинская, Михаил Рабко, Утель, Радо, компания «Гомель». У Гомельской областной клинической туберкулезной больницы отбылась с встречи працованного коллектива с делегатами 5-го Всебелорусского народного схода. Перед своими коллегами-урочами выступили головный урож медустановы Александр Шираев и депутат Палаты поставников Национального схода Республики Беларусь Алена Астапюк. Ляны поделились со своими уроженями, рассказали о принятых подчас сходу роженях. У приватности значная увага в ближайшие 5 годов будет нададено питание маховы здоровья и развития метрально-технической базы медицинских установ. Александр Шираев отзначил, что в этом накерунке в областной туберкулезной больнице уже многое зроблено. Побудованный новый корпус в помешкании АКОГа отправляет самым строгим сучасным потребованиям. Что касается тех корпусов, которые, скажем так, еще находятся на стадии разработки проектно-спектной документации, то мы тоже это продолжаем. Мне приятно, что все наши мероприятия, они совпадают с теми сроками, которые выделены в программе социально-экономического развития до 2020 года. То есть я надеюсь, что к 2020 году данные мероприятия должны быть выполнены. По словам головного урача, до конца этого года в областной туберкулезной клинической больнице плануясь перестать на электронный запис и увести электронные картки пациентов. Народжальность у Гомельской области за первое по годе 2016-го выросла на 4%. За этот период на свет появилось больше 9 тысяч немовлят. Як означал начальник управления ховы здоровья гомельского облавыканка Миколай Васильков, рост у народжальности спрыяе множество факторов. У первую очередь реализация на узроне державы комплексу мер, накерованных на оборону материнства и детинства. Великий уклад унесла и медицина. Так, например, отрымалось от достигнуть еще больших азнижения детячей смиротности. По выниках первых а по годе, по этому показку, Гомельшина стала лепшей у республицы. Рост народжальности становчиво отбился на натуральном сменшении насильства. По воде статистичных даденных, прирост насильства отзначен одразу в некольких населенных пунктах в области. Утымлику у Гомеля на Роуле, Мазыры и в Жлобинском районе. У Гомеля плануясь переименовать 15 улиц. Отповедное решение одобрили депутаты на сессии городского совета. Размова идет про микрорайон Костюковка, який недавно долучили до областного центра. Назва 15 мясовых улиц дублирует уже иснующее у Гомеля. У отповедности с законом у одном городе не может быть двух одновенных улиц. Новые назвы по культу находятся у распроцовцы. Пропановывать свои варианты у городскую топонимическую комиссию могут и мясовые жахары. Установлены законодательством сроки топонимическая комиссия с учетом пожеланий и мнением проживающих на этих улицах внесет предложение уже на последующие сессии, для того, чтобы мы смогли их утвердить. И этим самым в целом по городу Гомеля закончили нормализацию уличной дорожной сети. Завершила работу первая змена профильного военно-патриотичного лагера «Курсант-ты». Пятый год за прайон сбирают в Гомеля детей, которые находятся на разных видах профилактического улику. На плясовце Белорусского державного университета транспорта 25 подлетков с разных кутков Гомельской области. На протягу девяти дюн зимы займались обопытные педагоги и психологи, поставники силовых ведомств. Программа лагера включала комплекс спортивных, познавальных и развивающих мероприемств. Головное мэта проекта – отрывать школьнику от улицы и компьютера, научить парцовать в команде. Первые дни, конечно же, скажем так, у нас были неформальные лидеры, которые пытались повести за собой всех ребят. Но то, что самая главная задача была – это сплочение коллектива и работа в едином коллективе, мы миновали, наверное, разных неприятностей. Як означают сами удельники, за час работы лагера яны стали соправданными сябрами и будут подрымливать знаемство и удалейшим. Почти друг друга соревновались? Да. Интересно было? Вчера ходили в этот восвод. Восвод. Там метали круги, получали грамоты, значки. На лодках плавали? На лодках плавали. И сами купались. Под час церемонии закрытя прошло урочисто узнагороджение его удельников. Развитальным подарунком от хлопцев стал танцевальный флешмоб, який аны подрихтовали за гэты девять дзен. Другая змена лагера курсанты пошли свою работу 18 липеня. Угодовальнику службовых собак областного управления департамента Аховы прошла республиканская акция под назвой «Спокой. Надея. Безпека». Яны ознайомились с працею супрацовников милиции, а так само убачили, як ожидая цевляется процесс дрессировки службовых собак. Летняя оздоровленчая кампания у самым разгары. Особливое значение подчас ее организации набывает супрацовництва с межведомостными структурами. Областное управление департамента Аховы довольно долгий час реализуя суместные проекты с установами адукации Гомеля. До удела учарговой акции были запрошены школьники с Чегуношного района. Сама программа посвящена тому, чтобы научить подрастающего поколения различать хорошие и плохие поступки, чтобы уже у них в этом возрасте сложилось отношение к сотрудникам милиции как к другу. У башите кинолог тренируются разом со своим четвероногим подначаленным, саправды приемная махчимость для ребят. Яны с неподробным захоплением назирают за усим, что отбывается на пляцовцы. После знакомятся с умовами, у которых живут помощники милиционеров. Головный подарок дятве от самого опытного бойца – девятигодового ботсмана. Знешне серьезный и строгий, и он спокойно дозволяется бегладить и фотографовать. Яскравым протягом стала демонстрация затримания злочинцев. По легенде, двое мужчин спробовали обрабовать магазин, а лезробить задуманное не поспели. Худко на место выехала оперативная группа. И тут знов себе проявил четвероногий супрацовник, який в черговый раз выкликал захопления и аплодисменты у глядачов. Все, что мы делаем для нашего подрастающего поколения – это только на пользу. Ну а пользу профилактики их и безопасности, профилактику правонарушений. И, естественно, мы делаем большой акцент на профориетационную работу, на выбор будущей профессии. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Гэты инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomle.by. На этом выпуск завершены. У студии працывал Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эферы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова